Какие вопросы студенты КФУ задали Игорю Левитину? Скоро стартует онлайн-марафон, посвященный приемной кампании. Игры будущего в Казани стартовали. Как прошли первые дни? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Анастасия Кузьмина. В Казанском федеральном университете прошло заседание ученого совета КФУ под председательством первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского. После традиционного прослушивания гимна вуза Дмитрий Таюрский вручил награды работникам и учащимся Казанского университета, в том числе знаки отличия к почетному званию «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Далее первый проректор, проректор по научной деятельности, озвучил повестку дня. Были вынесены четыре основных вопроса и ряд дополнительных. Среди них конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, представление к присвоению ученых званий, выдача дипломов доктора и кандидата наук в Казанском федеральном университете и традиционная рубрика «Разная». Представители Казанского федерального университета выступят с научно-популярными лекциями на международном мультиспортивном турнире по киберспорту в концепции «Фиджитал. Игры будущего». В одной из тематических зон «Город будущего» прочитают лекции представители КФУ. 25 февраля в 14.00 с лекцией «Фуджитал» или «Что общего» у айтишника и хомо сапиенс выступит заместитель главного врача по развитию, качеству и цифровой медицине университетской клиники КФУ, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья института фундаментальной медицины и биологии Иван Киясов. В тот же день, 25 февраля в 14.30, лекцию «Психологические аспекты подготовки к фиджитал-играм» прочитает аспирант кафедры Общепсихологии Института психологии и образования Денис Давыдов. 27 февраля в 11.00 состоится лекция директора Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаила Абрамского «Вдохновляясь фиджитал. Знания, навыки и привычки, которые полезно перенять из IT-сферы в свою жизнь». В своей лекции «Искусственный интеллект и машинное искусство», которая начнется 27 февраля в 11.30, директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Дмитрий Чекрин объяснит, что такое машинное творчество, на что способен искусственный интеллект и как различать произведения, созданные человеком и машиной. Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин посетил ВУЗ в ходе своей рабочей поездки в Казань в рамках открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». На встрече также присутствовал Евгений Москвичев, председатель Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. О присуждении премии почетного доктора и о том, как прошла встреча со студентами, расскажем в нашем сюжете. 21 февраля Игорь Левитин, помощник президента Российской Федерации, в рамках рабочего визита в Казань посетил наш ВУЗ, чтобы пообщаться со студентами и ответить на волнующие их вопросы. Незадолго до встречи с активистами университета Игорю Левитину вручили знаки отличия к званию почетный доктор Казанского университета. Ректор ВУЗа Ленар Сафин отметил активную работу государственного деятеля, направленную на решение самых сложных задач, в том числе в научно-образовательной сфере. В свою очередь Игорь Левитин, обращаясь к руководству ВУЗа и к членам Академической комиссии ученого Совета КФУ, подчеркнул, что для него является большой честью принять столь высокое звание в одном из лучших университетов страны. В общем, когда Ленарий Иванович пригласил первый раз, мы проходили, я посмотрел ваши архивные материалы, все разработки, посмотрел ваш музей и понял, что, конечно, мы очень много недооценивали науку. Это не только касается вашего университета, он лежит на полках разработок, мы как-то делаем, степень получил, положил на полку, а практика не выходит. Сразу после торжественной церемонии награждения Игорь Левитин и Евгений Москвичев, председатель комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, проследовали в Белый зал Казанского университета для встречи с активистами ВУЗа и молодыми учеными. Они задавали самые разные вопросы не только об общих впечатлениях гостей от столицы Татарстана, но и о предстоящих проектах в области транспорта и спорта, а также молодежной политики. Гости, в свою очередь, делились с присутствующими частью личного опыта, рассказали о своем прошлом и планах на будущее. Кроме того, они отметили, что Казанский федеральный университет всегда славился своими научно-педагогическими кадрами, явил миру целую плеяду ученых, внес значительный вклад в развитие отечественного образования и науки. И сегодня ВУЗ находится в числе лидеров, обеспечивая России устойчивый социально-экономический рост и научный прогресс. Хочу сказать, что в университете я действительно первый раз. Я не ожидал, что у него учатся 52 тысячи студентов, честно говоря. Я понимаю, сколько еще. Не мучаются, мучаются. О, а я сказал. Я не ожидал, честно говоря. Это город. Это город. И самое основное – это город молодежи. Молодежь, которая всегда задает тон. Молодежь, когда всегда не боится спрашивать. Также Игорь Левитин поздравил коллектив Казанского федерального университета с предстоящим 220-летним юбилеем. Грандиозным, по его словам, и значимым событием, которое предполагает проведение масштабных мероприятий, а также инфраструктурные изменения. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Универ Новости. 27 февраля стартует трехдневный онлайн-марафон для абитуриентов Казанского федерального университета. Будущим студентам представится возможность получить полезную информацию напрямую от ведущих специалистов вуза. Прямо сейчас мы находимся в самом сердце приемной компании Казанского федерального университета. Именно здесь ежедневно проводят время обучающиеся вузы. А для тех, кто только планирует поступление, совсем скоро стартует трехдневный марафон, на котором можно будет узнать полезную информацию, а также задать интересующие вопросы. Обо всем подробнее расскажем далее. 27 февраля Казанский федеральный университет запускает онлайн-марафон, автором идеи проведения которого выступил Департамент по информационной политике вуза. В его рамках будущие студенты и их родители смогут узнать об интересных и уникальных направлениях обучения, условиях проживания, насыщенной студенческой жизни, а также познакомиться с теми, кто проложит дорогу в будущее, с ведущими специалистами вуза. Встречи с абитуриентами пройдут онлайн в официальном паблике Казанского федерального университета на платформе социальной сети ВКонтакте. Было решено проинформировать будущих абитуриентов нестандартно, в то же время максимально удобно. Во время прямого эфира ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Александр Бибик расскажет о нововведениях, о представителе институтов и юридического факультета, об интересных и уникальных направлениях обучения и о том, как правильно подготовиться ко вступительным испытаниям. В онлайн-формате абитуриенты смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Каждый год, как правило, приемная комиссия ВУЗа внедряет нововведения, которые помогают улучшить процесс поступления, а в дальнейшем и процесс обучения. На сегодняшний день неизменным остается одно – дата начала приемной кампании для граждан РФ – 20 июня. В этом году подача документов в Казанский федеральный университет возможна через портал Госуслуги РФ, суперсервис поступления в ВУЗ онлайн, социально-образовательные сети «Буду студентом» лично, а также через почту. Абитуриентов волнуют абсолютно разные вопросы, потому что каждый абитуриент уникален и в общую массу не совсем возможно скомпоновать. Кого-то интересуют олимпиады, кого-то интересуют льготы, кого-то интересует целевое обучение, кого-то интересует будущая профессия и уже абитуриенты смотрят гораздо дальше, чем просто обучение. Обновленный формат онлайн-марафона позволит абитуриентам сделать правильный выбор и качественнее подготовиться к периоду поступления. Во время онлайн-трансляции все желающие смогут задать интересующие их вопросы. Ежедневно из них будут выбирать три самых запоминающихся. Абитуриенты смогут не только узнать о специфике поступления и обучения на приоритетных для них направлениях, но и получить приятные бонусы в виде мерча Казанского федерального университета. С графиком проведения встреч можно ознакомиться в официальном паблике Казанского федерального университета в социальной сети ВКонтакте. Поступление – ответственный и очень волнительный этап для абитуриентов. Именно поэтому Департамент по информационной политике совместно с приемной комиссией Казанского федерального университета делают все возможное для того, чтобы каждый желающий смог стать частью большой семьи вуза. Совсем скоро в стенок нашего университета появятся новые студенты. Мы надеемся, в их рядах будешь именно ты. Анна Климанова, Кристина Отекина, Универ, Новости. Не так давно в Казани стартовал масштабный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Тысячи спортсменов и миллионы болельщиков положили начало истории уникальных соревнований на стыке физического и цифрового миров. Подробнее о церемонии открытия и о самых интересных интерактивах и сражениях расскажет наш корреспондент. 21 февраля навсегда запомнится жителям и гостям Казани. В этот день состоялась торжественная церемония открытия «Игры будущего» – первого международного турнира в концепции «Фиджитл». Официальная часть мероприятия началась с приветственного слова президента России Владимира Путина. Он дал старт международному мультиспортивному турниру. Игры будущего, сплетение традиций и современности, гармония физического совершенства и высокого интеллекта, единство спорта и технологий, просвещения и науки – все это необходимо человеку для всестороннего развития и успеха в нашу эпоху стремительных изменений. В том многогранном, многополярном, свободном и конкурентном мире, который формируется на наших глазах. После своей вступительной речи Владимир Путин попросил выступить с парой слов и своих коллег – президента Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Они дали свои напутствие участникам на национальных языках. В день открытия в международном выставочном комплексе «Казань-Экспо» было многолюдно задолго до начала церемонии. Уже в полдень работали многочисленные зоны с развлечениями для посетителей любого возраста. Один за другим появились известные спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Мне нравится сам формат, то есть, что спорт совмещается с киберспортом. Я, как активный участник киберспортивного движения, рад видеть прогрессию в этом направлении. И мне интересно, что могут придумать организаторы дальше. «Игры будущего» – это огромный проект. По всей Казани висят у нас различные рекламы. И благодаря своему университету я смогла побывать на этом событии. Это действительно круто и новое. Почему бы и нет? Мы шоу-команда «Плеймейкерс». Мы никуда не поедем, мы приехали в Казань, чтобы показать данк-шоу с батута. Соревнования проводятся на девяти площадках в разных частях города и на полисе. Ключевая площадка «Игры будущего» – международный выставочный центр «Казань-экспо». В нем проходят турниры по фиджитал-футболу, баскетболу, скейтбордингу, моба и танцевальному симулятору. Помимо этого, на всех локациях организована зона развлечения и отдыха, где любой желающий может не только ощутить себя непосредственным участником турнира, но и провести время с пользой. Особую атмосферу создают и персонажи, словно только вышедшие из «Дота 2», «Мортал Комбат» и других известных игр. «Есть игра «Дота 2». Я в нее не играю, потому что я очень плохо играю в обувь. Но вышло аниме по «Доте». Я его посмотрела, и там появилась в Марсе помощница Мираны. И она очень классная, она такая милая, но при этом бицуха-братуха. И гачи, мемы и всякие делаю. И мне понравилось. Ну, это какой-то новый формат данного мероприятия. Вот эта сама новинка, само как предоставили данный вид спорта, вообще сам показ очень интересен. Мы приехали с города Чебоксары, приехали участвовать вот в этих соревнованиях уникальных, которые, я думаю, выйдут на мировой уровень и будут интересны многим-многим миллионам, миллиардам людей. Обошли тут все. Ну, то, что тут не ходили на виджет баскетбол, не попали еще. Не знаю, получится или нет. А так, много интерактива интересного. Попробовал себя в лыжном спорте. Ну, так, тяжеловато, конечно, раньше на лыжах не катался. Также в рамках игр организованы встречи с известными спортсменами и звездами шоу-бизнеса. Любой желающий сможет лично встретиться с кумиром, сфотографироваться и взять автограф. Расслабляться не стоит. Уже 3 марта состоится церемония закрытия мультиспортивного турнира. Поэтому, если ты еще не застал великое сражение физического и цифрового мира, скорее на игры будущего. Карина Саяхова, Кристина Отекина, Николай Осуховский. Универновости. В школе университетской Елабужского института Казанского федерального университета состоялась встреча старшеклассников из Лисичанска и Рубежного с депутатом Государственной Думы Татьяной Ларионовой. В беседе с ребятами она сообщила, что как депутат не раз посещала Лисичанск и Рубежное. Она обратила внимание на заметные изменения, затронувшие малую родину старшеклассников. Там идет строительство, реконструкция зданий, меняется дорожное покрытие, открываются рабочие места. На законодательном уровне рассматриваются социальные вопросы, например, увеличение размеров пенсии и пособий. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин